Любая работа, как только появляется в голове, и ты уже сделал пару мазков на холсте, она продолжает жить и развиваться внутри самостоятельно. Эта работа была начата в 2016 году и закончена в 2021 году. Несколько раз я ее переделывала в поисках подходящего пластического решения. К примеру, фигуры по бокам были человеческими лицами, дымкой, демонами, сплетенными из волос нимбом. Также было много вариантов положения рук. Руки были скрещены на груди, скрывали ключ, сжаты внизу, вверху, посередине, в разных позициях. Тем не менее, они в итоге нашлись внизу. Главный герой картины – человек, находящийся по обе стороны реальности. На картине выделены лицо, ключицы и руки, как более погруженные в материальную действительность части тела. В остальном фигура лишь угадывается или предполагается. Это прообраз моего мироощущения. Есть четкие, видимые элементы реальности и большое количество их смыслов. Стоя на меже, персонажу доступны знания из обоих миров. Руководствуясь ими, он пытается разгадать загадки материального мира, создать универсальный ключ для всех дверей. Он уже наделен подобным ключом, однако этот ключ не имеет материальных свойств. Ключ ассоциируется с разгадкой, ответом, познанием. Врата – они же привратники, стражи. Они шепчут с обеих сторон свои мнения и порождают сомнения в ее голове. Я убеждена, что мир не ограничен своей материальной, физической стороной. А есть еще что-то по ту сторону вещей, по ту сторону зримого и ощутимого. Закрытые глаза свидетельствуют о зыбкой памяти. Знания, с которыми она приступает к работе, как будто ускользают, как старые воспоминания или как сон поутру, постепенно превращаясь в чувства. Это та материя, из которой она пытается что-то вылепить. Она податлива, достаточно упруга и тверда. У нее нет четкой инструкции, но интуитивно она чувствует, что надо делать. Можно сказать, интуиция или память предков. Информация, которая заложена внутри нас, которая заставляет нас двигаться, жить. Мне интересен человек как феномен. Куда он идет, к чему стремится, чем руководствуется. Она хочет, чтобы материальный мир стал таким же ясным, как и нематериальный, который ей предельно понятен. Музыка Как-то в мастерской у меня не было настроения работать. Я взглянула в зеркало и увидела, что время делает с людьми. Будто ржавчина разъедает металл. И попыталась выразить свой испуг от увиденного. В итоге появился автопортрет коррозии. Мне проще изложить свои мысли и чувства, пользуясь языком живописи. Музыка Музыка Никогда до конца не знаешь, о чем собственные работы. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok